Здарова, друзья, с вами Тима, и это новое видео по игре Clash of Clans, и если бы на этом ролике не было бы названия и превью, кто-нибудь бы подумал, что я сейчас записываю про ТХ7, который находится в чемпионской лиге, и как он накопил 16 тысяч гемов, да. Но нет, по названию все вы поняли, и более чем я вам скажу, что этот челик набил 200 звездочек на карте компании, и также он убил гигантского дракона, то есть прошел логово дракона. Давайте я вам сразу засвечу, как он все это дело прошел, где-то на звездочку, где-то на две, на одну, на две, и даже есть три звезды с ТХ7. Вы просто вспомните, как я проходил эту карту компании, я очень дико мучился, но я проходил с ТХ8, а это ТХ7, и спрашивается вопрос, как? С ТХ7 я юзал там таксики, чуть ли, я не знаю, на стримасах мы по два часа не тратили, чтобы пройти одну карту, мы там юзали гобринов с вальками, пеками, короче, что только не юзали. И то, кое-как получалось, убивали по звездочке. И наверняка уже 99,9% догадались, как он это сделал. Если вы догадались, то вы просто красавчик. Да, это как раз-таки тот юнит, который был добавлен не так давно, и ненадолго, к сожалению. Это призрак, да, он самый. Ну и этому аккаунту, как я понял, ну начнем с этого аккаунта, этому аккаунту уже более двух лет, я уверен, потому что я вижу строение с двух лет. То есть две елочки, два дня рождения, ну вот эти торты. Ну, может быть три года, просто он не собирал, ну не заходил в эту игру и, не знаю, не выросло у него препятствие вот это вот. Или елка не выросла. Ну, короче, не суть. И поэтому у него столько гемов, мне кажется, он не донатил на этот аккаунт. Короче, не суть. Давайте посмотрим карту, которую он прошел на три звезды. Я вам сразу покажу, что за карта это. Возможно, кто-то сейчас даже на этой карте находится. Короче, если вы не проходили эту одиночную игру, когда добавят обратно этого призрака, вы сможете пройти эту карту даже с ТХ-7. Не, ну реально, смотрите на эту карту и тут все понятно. То, что благодаря призракам эта карта сносится очень легко. Так как весь деф, который будет мешать земле, заходу, он находится по краям. То есть адские арбалеты, все по краям. В центре только ПВОшки и больше ничего нету. Считай, по два-три призрака скидывает и забирает все вот эти вот строения. Ну, короче, вообще. Я бы, допустим, не додумался проходить вот это вот испытание, одиночную игру, когда добавили этого призрака. Да я и призракам этим поиграл, я не знаю, два дня максимум, не больше. Но все же, вот он додумался, и я вот записываю ролик благодаря ему. Я бы так бы не додумался записать ролик по этой теме. Ну и самое сочное, если кто-то не доходил до Логова Дракона, то вы можете посмотреть, что эта карта выглядит вот так. Тут целое море скелетов. Давайте я лучниц скину, и вы все это сами увидите. Просто, ну, может кому-то интересно. Ну и на ТХ-8 я проходил эту карту на... Вот точно не помню. Я знаю, что с ТХ-9 я проходил эту карту на 3 звезды. Очень сложно, фризов целую кучу юзал, и КК жесткое брал, но проходил. Эту же карту он прошел тоже благодаря призракам. Естественно, без них вообще никуда. Тут, кстати, тоже бомб много, я точно помню. Они идут по кругу, да. Я помню, как я убивал эти бомбочки, заходил вальками там, фризы юзал. Ну, короче, тактики и стратегии были дикие. А он же прошел это все благодаря призракам. Это реально... Я не знаю даже, как сказать. Это надо быть умным, чтобы пройти эту карту в то время, когда добавили этих призраков. Короче, у него тут по миксу, я как понял, микс, которым он играет в глобале, да? Сейчас посмотрим. Да, он просто поднимает кубки, но что-то в последнее время ему немножко не везет. Либо он специально ливает. А ну, давайте гляну я быстро. Мне просто интересно, как он атакует и почему ему не везет. Я как понял, он хотел подняться в Титан. У него просто 3 600 кубков было. И сейчас у него, скорее всего, не знаю, тильт дикий. И не хочет он вообще подниматься, так как сложно. Короче, стандартная тактика, в принципе, как и у всех ТХ-7, которые идут очень высоко по кубкам. Но и то, находится он на 3 400 почти на ТХ-7. Это нереальный результат. Не, ну сейчас, конечно, более чем реально, но все равно. Многие ТХ-7 тупо сидят там в серебре, в золоте. И поэтому... Это нереальный результат, как я говорю. Короче, он хотел просто набить одну звездочку. К ТХ он хоть как бы не пробрался. Там 3 арбалета, 2 пвшки, плюс адский арк королева. Ну, в общем, вы поняли. Но, в итоге, что-то пошло не так. И процент он, к сожалению, не набил. Все понятно. Не очень у него удаются катки. Ну-ка, я весь лок посмотрю. Что, совсем дикий тильт, что ли? Я просто смотрю, здесь 3 уже поражения. 4, 5. Да, скорее всего, ему вчера Дзика не перла. И он как-то, я не знаю, забросил это дело. Ну, короче, я как понял, все-таки он хочет подняться в Титан. Или же просто тут играет, фармит. Хотя ему фармить некуда. И мне кажется, что это даже его второй аккаунт. Я у него не спрашивал. Короче, давайте, наверное, я сейчас сам попробую пройти эту карту, которая, как называется, логово дракона. А если я драконами попробую пройти, а? Ничего же страшного, что ему микс солью один. Смогу ли я дракона убить просто драконом? Драконами. Так, выманиваем дракона. Я же могу просто дракона убить драконами. Ну-ка, давайте сманиваем вот сюда. Надеюсь, тут скелет... Ну да, тут скелетов хоть как не будет. Закидываем целую кучу лучниц. Я вот не помню, у этого дракона какой урон. Так, надо было мне по кругу раскидать. Ну, давайте рейджи, естественно. Мух вперед покидаю, чтобы он на мух агрился, если что. Аааа, точно, я про орла забыл. Но даже драконами мы легко сносим дракошку гигантского. Ну все, просто... Просто бог. Нагибатор этой игры. Сразу же видно, что я создатель этой игры. Я завалил этого дракона с ТХ-7. Ладно, шучу. Многие ТХ-8 доходили, я как говорю, до этого лога дракона, потому что я сам снимал ролики. Самое важное забыл я сделать, это забрать гемы. Во-первых, он завалил 10 адских на ТХ-7. И плюс 100 гемчиков. Ну, теперь ему далеко до этой ачивочки. Кстати, он 18 уже завалил. И вот самое важное, конечно же, это 200 звезд. Мне кажется, больше 200 звезд над ТХ-7 выбить нереально. Он и так сделал максимально. И вот знаете что, я когда смотрел вот эти вот все карты, я нашел кое-что важное. Вот смотрите, на столице гоблинов... Нет, не здесь. Ну короче, что повыше карты написано. Для этого боя рекомендуется иметь ратушу как минимум 11 уровня. А вот если мы ниже посмотрим вот эти карты, для этого боя рекомендуется иметь ратушу как минимум 12 уровня. То есть там 11, здесь 12. И кто-то спросит, ну и чё? Такого? Вот вам не кажется, что если бы... Было бы правильней написать, для этого боя рекомендуется иметь 12-ю ратушу. Почему тут добавлено минимум? Либо это опять косячный перевод суперселлов, либо это намек реально. Ну мне кажется, что это намек. Потому что... Вот смотрите, сейчас возможно набить 225 звездочек на карте компании. А если они сделают 300 звездочек, то есть это будет 100 карт по 3 звезды. А если добавляются карты, то возможно это будет 13-я ратуша. Мне кажется, не просто так они написали как минимум. Это как бы... Чтоб потом они не мучились, не добавляли это всё в обнову. Они... Ну ничего исправлять не будут в общем-то. Но это просто мои догадки. Нет никаких фактов. Возможно, просто косячный перевод суперселлов, как всегда. Давно не заходил на свою пожилую восьмерку. Решил глянуть, что у меня там. Я же тоже тут, как говорю, проходил это логово дракона. И хочется глянуть, сколько у меня тут звездочек. Так, ну отсюда сначала гляну. Я точно прошёл логово дракона? Так, где бы найти мне этого логова? Где найти этого дракона? Чё-то я не вижу. Слепой, возможно. А, всё-таки я нашёл. Короче, дракона я убил, как говорю. Набил 190 звёздочек. Но тогда у меня не было такого, что я хотел как можно больше набить звёзд. И призраков тогда не было. Я, как говорю, мы мучились. Итак, одиночная игра. Логово дракона я прошёл только на звезду. И вот эти вот все карты тоже на звезду. Вот только две звезды столицы гоблинов. Остальные тоже. А, ну вот, командная работа. С Женей у меня на две звезды удалось пройти. Были бы призраки, на три звезды бы точно легко прошёл. Но, может быть, потом всё-таки ещё добавят этих призраков. И всё же я пройду. А так, все верхние карты я практически набил на три звезды. Ну, как он, в принципе. Но, блин, седьмая и восьмая ратуша, это небо и земля. Так, а чё я там прошёл на две звезды где? Чё за карта это была? Столица гоблинов. Мне кажется, что тут в КК драгоны, да, где? А, да, вот где как раз-таки КК вот эта вот бесполезная. Там целая куча, по-моему, будет. Или я путаю эту карту, да? Так, стоп. Давайте адски унесём, потом посмотрим. Блин, а как я на две звезды тут прошёл? Подождите-ка. А, я вспомнил. Кажется, я вальками проходил эту карту. Точно. Я заходил вальками, у меня в центре как раз-таки они через три раз заходили и, считай, уносили ратушу. И процент я набивал. А вот эти вот края я колдунами просто сносил. Вспомнил я. Да. Ну, старость не в радость, как говорится. Поэтому и забыл немножко. Блин, а я бы и сейчас бы набил бы звезду. А, не, не набил. У меня всего 14% оказывается. Ну, это я так просто скидываю, уже от них фиг делать. Ну, блин, прикольно, а? Прикольно. Дракона тоже в своё время было интересно убить с ТХ-8. Так, ладно, завершаю. Короче, нет смысла тут торчать. Я и так прошёл эту карту уже. Да, заросла моя восьмёрочка, конечно. Надо теперь весь мусор убирать. Но, в целом, на сегодня ролик будет подходить к концу. Спасибо, что вы посмотрели. Я думаю, что на Ютубе такого ещё не было. Но, по-любому, кто-то из вас тоже проходил логово Дракона благодаря призракам. Я более чем уверен, просто вы мне не предлагали записать ролик. Поэтому, если у вас интересная есть тема записи ролика, кроме переходов, естественно. Переходы я снимать ещё не буду, просто многие предлагают. Это сейчас для меня не актуально, так как я это всё уже снимал. Ну, короче, пишите мне на почту в ВК, и я обязательно сниму ролик, если у вас реально интересная тема. Всё. Всем спасибо за просмотр, всем удачки, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok